Ребят, пишем, то есть цель обучения сейчас писать с первых шагов. Почему это возможно? Я ради этого и школу полностью перекроил, поменял. Ну, во-первых, это стало возможно, потому что мы работаем в Jupiter Lab. Значит, я предполагаю, что приходит новичок, выбираем рубрику, допустим, сейчас мы проходим функции, берем 3.9 Python, потому что в 3.8 там есть серьезные изменения, поэтому смысл его надо уже изучать, не менее 3.8. Дальше мы с вами рассматриваем. Каким образом рассматриваем, ребят? Смотрите, мы начали с самого простого, с понимания, что такое функция. Но каждый шажок мы документируем. И в результате, то есть взяли на первом этапе позиционные аргументы обязательные, разобрали от и до. И в конце занятий, в конце занятий сделали самопроверку. То есть уже с целью писать код мы сознательно вводили, как можно вызывать функцию и как нельзя вызывать функцию. Разбирали почему. При этом, что я от вас требую? Ведь уроки разложены настолько разжеванные, что дальше некуда. Что я уверен просто, что вы тоже на той стороне монитора, я от вас чего требую? Чтобы мы, вводя, передавая аргументы функцию, уже знали, какое будет исключение. Вот это я называю, да, знание, отсеялось мишура, остались чистые знания. И так пойдем дальше. То есть только таким способом я поставил задачу сразу писать. Если раньше когда-то я сомневался, только после многих лет обучения программированию, это все вполне реально. Слава Богу, что есть такие инструменты, как Юпитер, да? Поэтому, поэтому, сейчас мы тотально разбираем все тонкости функции Python. Сразу придумаем по пути какую-то программу. Дальше сразу разбираем функции Kotlin в функции GC. Поверьте мне, после функции Python, Python на самом деле самые сложные функции, потому что здесь много нюансов. Да, в том же Kotlin все прозаично и просто, и GC тоже несложно. То есть после освоения функций мы выйдем на то, что, по сути дела, сможем использовать функции абсолютно в любом языке. Цель наша, ребят, писать. И я вам сказал, это вполне реально. Просто двигаемся по порядку, сохраняем себе все моменты, не теряем нить понимания. Когда пришли, проходили, допустим, обязательные позиционные аргументы, пришло время убрать все лишнее наносное, оставить чистые знания. Что такое чистые знания? Чистые знания – это четкое понимание, а мы основное внимание сейчас уделяем именно тому, что в скобках, да? То есть вот этим вот переменным. На сайте Python я показывал, там мы берем за основу сайт Python, там просто приводится подход, но смешанный. Мы немножко упростили, почему? Чтобы очень четко все осознать. Поэтому, если мы уже уяснили полностью за эти занятия, что такое позиционные аргументы, и что должно стать итогом? Что мы безошибочно знаем, и мы с вами перечисляли, как вызвать данную функцию. То есть все варианты перечислили. И как нельзя вызывать, и почему. То есть сразу изучаем исключения. Потому что, ну, даже иногда, вот видно, говорю в интернет, когда человек пишет, допустим, ой, у меня вот исключение. Там, допустим, отсутствуют два позиционных аргумента. Понятно очень, что человек функции пролетел. Смысл дальше изучать тот же Python, если человек не понимает, как работают функции. Ребят, смысла нет, честное слово скажу. Вот этих ошибок отсутствуют позиционные аргументы, да. Их не должно быть. Их не должно быть. Это она, эта ошибка может быть только по, знаете, там, как говорится, на старуху бывает проруха. Писал, писал, то отслегся, бас, и сразу понятно, что исправить. Но не бить панику. Вот именно от этого я от вас добиваюсь. То есть полного убрать мусор. Писать сразу. Не потом, не завтра, а сейчас. Быть готовым. Но чтобы писать, ребята, еще раз говорю. Вот этот подход, который, в принципе, является, так как много лет уже обучаю программированию, что понял, что ведь все вполне реально. Просто надо все разложить по полкам и знать, что изучить. И в конце концов, на выходе у нас должен убираться весь мусор, оседать вся пыль. И на выходе, если мы, это берется данный момент, да, дальше так же пойдем изучать. Если мы сейчас изучали параметры, да, и это были позиционные аргументы, позиционные аргументы, да, то на выходе мы разбираемся, как вызвать. И разбираемся, как нельзя вызывать. При этом, я обращаю уже не первый раз внимание, при этом, вот в уроках я вам проговорил это не раз. Вы, вызывая, должны уже ожидать ошибку. То есть, мы отлично понимаем, что мы вызываем неправильно, и мы должны проговорить, ага, должна сейчас выпасть ошибка такая-то. То есть, не ошибка эта, а исключение, да, исключение. Если все вот это вот отработало, то есть, вот эти знания, они уверенные. Да, теперь мы готовы уже вот такие функции в языке применять. И будем применять дальше. И я вас попрошу, особенно ребят школы, вот на этих моментах тормознуться. Не надо лететь. Сделайте так, чтобы в конце концов, вы, смотря на функцию, четко могли перебрать варианты, уже просто даже перебрать варианты, как можно, как нельзя. Это все отложится. Все должно быть осознанно. Ничего учить не надо, надо понимать. Для тех, кто начал с этого видео, школа находится по адресу spb-tut.ru. Ну, и тут сами все посмотрите. Спасибо.